Собрали в школу всем городом. Одежду, несколько пар обуви и рюкзаки с принадлежностями сегодня вручили детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Впервые уральские волонтеры и журналисты устроили благотворительную акцию «Скоро в школу». Никита Нехорошков с подробностями. В квартире Екатерины сегодня большая примерка. Четверо детей выбирают себе обувь поудобнее и помоднее. Для праздничной линейки в школе девочкам туфли, мальчикам ботинки. А также приятный бонус каждому – спортивная обувь для физкультуры. У нас собрать ребенка в школу, это, конечно, сложно. А самое дорогое – это купить обувь. Потому что обувь меньше тысячи ты уже не найдешь. А если найдешь, то она качество будет на один раз. Обновки к учебному году и канцтовары в эту семью принесли общественники. Решили помочь матери-одиночке приготовиться к школе. Разбор остальных подарков взяла на себя дочь Аиша. Новый рюкзак без размышлений отдали младшему брату. Школьные принадлежности девочка решила сортировать по нужности для каждого ребенка в семье. Скорее всего, код геометрии, вот такая физика. Скорее всего, старшие сестри пойдут. Фолла мастера, которые, скорее всего, младшему с альбома пойдут. Наверное, вот эти нам с сестрой. Волонтеры, молодежная организация МОПС и журналисты городских газет решили помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого в течение месяца собирали помощь от неравнодушных горожан. В магазинах города принимали в дар вещи и школьные принадлежности. Сегодня развозят юным первоуральцам. Мы постарались максимально собрать для выбора им обувь, одежду. Ну, соответственно, ребята сейчас примерят и выберут то, что им подойдет и то, что им понравится. Адреса первоуральцев, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, подсказали в Управлении социальной политики. Благотворительная акция «Скоро в школу» проходит в Первоуральске второй раз. В этом году внушительный вклад сделали бизнесмены. Откликнулось очень много горожан. Были еще люди, которые от себя лично помогали материально, помогали различные магазины. Помогать нужно и помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Я считаю, это как, не знаю, долгом, что ли, каждого человека делать какой-то вклад. Общими усилиями удалось собрать одежду и принадлежности для 16 многодетных семей. Одежду, обувь и загруженные под завязку констоварами рюкзаки волонтеры раздадут за два дня. Никита Нехорошков и Руслан Гаскаров. Новости Первоуральск.